Кладбищенский мемориал Черный монумент, безобразный на мой взгляд, черный монумент воинам-интернационалистам Площадь декабристов таким образом с помощью наших гробостроителей, я так называю градостроителей наших Они действительно строят гробы, я имею ввиду вот эти коробки черные, которые по всему городу теперь украшают старый исторический Иркутск Так вот наши Иркутские архи-гробостроители вот здесь отметились просто уже на 150%, на 200% Была великолепная, радостная рекреация так называемая, то есть место отдыха Была площадь, по которой можно было ходить как-то Здесь в центре была клумба шикарная в свое время, летом Зимой стояла постоянно, вот всю зиму с весны до осени стояла эта новогодняя елка шикарная Которая украшала всю площадь, сюда собирались люди со всей округи, чтобы праздновать здесь, веселиться Мишек сюда, значит, выводили, выгуливали, старички сидели Не знаю, у меня такое впечатление, что сейчас, конечно, площадь опустела Ну, она превращена вот в это вот трагическое такое кладбищенское место Даже я знаю, ну вот иногда здесь собираются пьяные какие-то люди такого, видимо, с военным прошлым Да, они здесь сидят на скамеечке, отмечают там Потом раз в году приезжает, значит, отряд какой-то, стреляют из автоматов В честь погибших воинов, которые погибли во все войны вне Великой Отечественной войны Я меньше всего хотел бы, как бы, критиковать суть проблемы То есть памятник воинам-интернационалистам, который, безусловно, нужен Наверное, нужен и памятник и контрреволюционерам, казакам И я не знаю, кто, надо посмотреть по истории Кому интересно, посмотрите Ну, в общем, там что-то про казаков написано Вот, наверное, и их надо память чтить, какой разговор Но вот такая вот субъективная установка кладбищенских знаков и мемориалов в центре города Я считаю, это, конечно, больно Ну, короче, ненормально это, господи Ну, взять из центральной радостной площади и сделать кладбище И при этом, при этом, я когда писал об этом, когда строили этот памятник Я писал об этом в газету еще на этапе строительства Зачем вы это делаете вообще? Зачем разрушаете пространство, какое вот это вот городское, уничтожаете? Мне там отписку какую-то написали Я помню, по-моему, даже... Ну, ладно, не буду фамилии называть А вот написали отписку, что это дело благое Что надо честь, значит, наших воинов помнить Ну, и так далее Ну, это-то ни при чем Я более того считаю, что больше чести будет И больше уважения будет Если не будем мы случайно находить место для памятников Почти случайно, да? А для памятника интернационалистов и вообще всех воинов у нас есть прекрасное место Это вот вечный огонь, да? На площади, там, рядом, бывшая Кирова, да, сквер Там есть специально отведенный огромный мемориал Куда нужно ходить, чтить И он соответствует своему месту, назначению Ну, кто же мешал там-то чтить в ряду всех героев Великой Отечественной войны Чтить и героев воинов-интернационалистов Я писал об этом просто каждый раз Я ведь каждый день хожу по этой площади И каждый день меня гнетет вот это ощущение несуразности Может быть, кто-то этого не замечает А я-то замечаю Площадь декабристов называется Ну, понятно Она у нас сделана в честь декабристов, которые там посетили Иркутск и здесь жили Здесь, кстати, вот недалеко музей декабристов Улица называется декабрьских событий Но это уже другое дело Это событие революционное, да? Хотя вот так перекликается Вообще все это вместе взятое раньше называлось Ланинской улицей В честь купца Ланина Вот С какого припеку здесь оказались воины-интернационалисты, уважаемые мною, я не знаю Я пытался выяснить, может быть, в этом доме где-то живет герой войны в Афганистане Там, например, или там в Лаосе, где еще мы воевали Вот исполняли интернациональный долг Нет, вроде бы ничего не слышно, не видно Никто здесь никак не отметился Значит, трудно ходить Я вот иду здесь Я так невольно как бы склоняю голову Я сразу притихаю Мне сразу становится, ну, как на кладбище, да? Вот когда ты на кладбище бываешь Вот сейчас, я не знаю Я, наверное, несчастный человек Потому что я ощущаю все вот эти городские Такие дизайнерские архитектурные нюансы И они, ну, заставляют меня жить в этом стиле То есть вот Если я, условно говоря, нахожусь на кладбище То я считаю, что там зазорно, глупо И вообще без такта хохотать, там, ржать Смеяться, плясать, да? Если я нахожусь на свадьбе То там, ну, наверное, неуместно говорить Погребальные речи И, ну, и так далее Правильно? То есть это называется все вместе культура То есть соответствие поведения Соответствие, адекватное соответствие месту Времени Вот сейчас я нахожусь между двумя Могильными Между двумя надгробиями Между вот крестом Какой-то религии Ну, православной я, судя по всему, да, я так вижу Христианской И между вот черными камнями Советской религии, да? Я нахожусь между ними И я, соответственно, наверное, должен себя вести Ведь, собственно, среда, которую архитекторы формируют Они являются идеологами среды Они ведь У нас Ведь слово «образ» в архитектуре Это вот то самое образование Которое образует наше поведение Вот Слово «образ» в искусстве Это не то, что мы там находим А то, что мы создаем То, что мы образуем Это, кстати, о слове «образ» Очень многие путают И ищут в искусстве образ Они ищут его В искусстве образ искать, конечно, можно Хотя само по себе искусство Оно образа не имеет Оно, ой, в природе Вот В природе образ искать можно, да С помощью искусства Но это не творчество Это поиск А творчество – это создавать образ То есть не искать, не выискивать его Вот я знаю, некоторые фотографы Они ходят по городу, да Фотографируют и говорят Я образ ищу Ну, то есть Он его не потерял сам-то А он ищет чужой образ Ну, то есть Вот там кто-то Кто-то как бы образ создал Кто создал? Создал архитектор образ Он создал образ Вот Природа имеет этот образ Изначальный, внутренний Хотя как бы она и не озадачивалась Созданием образа Но она уже имеет Наверное, его можно увидеть Да, действительно, можно отыскать Но от того, что ты его отыщешь Ты же не становишься творцом Ты, ну, ты хороший поисковик Следопыт, да? Вот Нашел, молодец Но ты от этого творцом-то не стал А творцом становится тот, кто образ создает Образ можно создавать Положительный, отрицательный, какой угодно Можно создавать адекватный, неадекватный образ Там, к месту, не к месту Вот, собственно, архитектура Она создает образ города Создает образ Ну, или иначе, можно сказать, лицо Улицы, да? И вот этим образом она образует Наше поведение Образует нас, людей Вот сегодня Эта площадь образует Во мне Человека, находящегося на кладбище Ну, так я могу это сформулировать В чем я не прав? Если кто-то может Что-то исправить Или возразить Или, может быть, сами архитекторы Которые вот это Шерпона делали Здесь Которые, ну, я считаю Уничтожили площадь Одну из площадей Центральных в городе Иркутске Может быть, сами архитекторы Мне Объяснят вообще Вот Тот образ Который они здесь Для нас Создали В центре города Иркутска Вот За моей спиной Образ этой площади Спец В центре города Иркутске Субтитры делал DimaTorzok Вот знаменательное событие, встреча и годовщина воинов Афганистана Конечно, разве можно что-то возражать против этого события в жизни людей, в жизни страны? Но я о другом, я смотрю на это как архитектор, я смотрю на это как дизайнер, как архитектор А теперь скажите мне, вот это вот место было продумано архитекторами для празднования специально таким образом На проезжих путях, тут абсолютно без возможности устроить соответствующий митинг Вот люди толпятся здесь на проезжей части Когда сейчас фотографировались, то транспорт останавливался и так далее Ну, видно, что все это несуразно Да простят меня воины и афганцы Пусть они в этом услышат не мою критику какую-то в их адрес А наоборот, защиту, в общем-то, нормальных отношений, нормальной ситуации Нормальных градостроительных, этических и эстетических качеств городской среды Вот то, что сейчас происходит здесь вот на путях, да, посмотрите Это все вот устроили, вот это все устроили архитекторы, да, мои коллеги, увы А все потому, что стоит вот здесь, таким вот образом поставлен здесь Вот этот вот, не буду я в праздничный день говорить эпитеты, что это за монумент Я имею в виду по своему художественному и скульптурному качеству Могу вкратце только рассказать предысторию Вот видите эти полоски на этом якобы граните полированном, да? Они появились позже гораздо, то есть поначалу он был нормальный А гранитные эти полоски появились потому, что он просто потрескался через пару лет Видите трещины? Вот эти все трещины, которые сейчас, может быть, даже и работают на образ, в конце концов Вместе с пробитой пулей, вот этой плитой Однако вот все эти полоски были призваны закамуфлировать брак Это элементарный строительный брак Как потом можно было бы догадаться, что это не камень, а это плитка какая-то декоративная И эта плитка потрескалась Вот это трещины, трещины по всему монументу Понимание какой-то обидной такой профессиональной несуразности этого места Что можно сказать? Слава героям! Слава героям!